Добрый день, Ари Кришна! Мы продолжаем наши беседы о Варнашраме, об идеальном социальном устройстве. Напомню нашим зрителям, что мы руководствуемся книгой Шрива Шаварама Свами, Варнашрама Компендиум, том 1, то есть краткое руководство по Варнашраме. И мы рассматриваем раздел, в котором Махарадж обсуждает качество людей, которые могут образовать вот это идеальное социальное устройство, качество людей Варнашрамы. В Шримад Бхагаватам это рассказывает Нарада Муни, и он это называет качество цивилизованных людей. Варнашрама – это более высокий тип цивилизации, чем то, что мы имеем сейчас. Поэтому для того, чтобы мы могли возродить это идеальное общественное устройство, нам нужно культивировать определенные качества. И Нарада Муни в седьмой песне Бхагаватам, в одиннадцатой главе, перечисляет тридцать таких качеств. И этот список он заканчивает девятью ангами бхакти, то есть девятью видами деятельности в предном служении Господу. Эти девять видов предного служения Господу – отдельная тема, и она, как правило, хорошо известна нашим зрителям, поэтому мы здесь в основном ограничиваемся обсуждением предыдущих качеств, которых, соответственно, насчитывается двадцать одно. И мы остановились на качестве, которое на санскрите называется Сантоша, что означает удовлетворенность. Швила Прабхупада, комментируя это место в седьмой песне Бхагаватам. Говорит, что удовлетворенность значит просто быть довольным тем, что нам приходит без каких-то невероятных усилий. Фактически, что приходит само собой. Это одно из качеств цивилизованных людей. Это как бы общий фон для многих других качеств, то есть многие качества, которые мы уже рассмотрели, предполагают, что человек способен довольствоваться тем, что приходит без каких-то невероятных усилий. В Бхагавадгите, когда Кришна в десятой главе перечисляет качества, которые созданы им, он это качество называет тушти. Корень один, как легко услышать с Антошей. Тушти – это один корень, однокоренные слова. И там в комментариях Шила Прабхупада говорит, что тушти предполагает, что человек не жаждет получать все больше и больше материальных благ, используя при этом, к тому же, и все средства, как существует до сих пор это выражение, что все средства хороши, но в данном случае все средства не хороши. И там же в комментариях Шила Прабхупада говорит, что надо быть довольным, что приходит просто по милости Господа, не в результате собственных отчаянных усилий. И, согласно Бхагавадгиты, это качество, удовлетворенность, как и предыдущее качество простоты, это мы рассматривали на нашей последней беседе. Вот эти два качества Кришна включает в аскезы ума, то есть удовлетворенность – это определенное состояние ума. Так мы можем ощущать, что это просто наши чувства не удовлетворены, но в действительности, если ум удовлетворен, то чувства будут удовлетворены автоматически, поскольку ум – это центр деятельности чувств. И почему важно культивировать такую удовлетворенность, как бы тренироваться в том, чтобы быть довольным тем, что приходит более-менее само собой. Потому что, если этого нет, если удовлетворенности нет, то будет трудно противостоять материальным желаниям. Вот это очень важный момент. Поэтому в ведическом обществе вот эта удовлетворенность была одной из главных добродетелей. И интересно, что именно в воспитании девочек считалось это самым важным. Фактически воспитание девочек в ведической цивилизации было как бы две цели. То есть в девочке надо было взрастить вот эту удовлетворенность, то есть чтобы она довольствовалась тем, что Бог пошлет. И с другой стороны верность. То есть поэтому вот это смысл ранних браков. Почему там браки могли оформляться уже когда девочке восемь лет? Потому что она вот с детства фактически знала, что у нее в жизни будет один мужчина. Вот это принципиальный момент. И у нее не было необходимости искать. Муж был известен уже с детства. Вот они конечно вместе не жили, но там девочка приходила в гости в семью этого будущего мужа. Ему самому там лет 14 максимум. Вот. И она просто как бы училась ему служить. Эти уроки она получала будущей свекрови от матери этого мальчика. Вот. И там, когда взращивается вот эта верность и удовлетворенность, вот это была основа прочных браков в ведической культуре. Интересный момент в связи с этим качеством отмечал Шрила Джива Госвами, один из непосредственных учеников Господа Чайтани. Он говорил, что вот эта удовлетворенность и материальные желания это как бы сообщающие сосуды. То есть, если есть удовлетворенность, то материальные желания фактически угасают. И это обратно пропорциональная зависимость. С той степени, в какой мы взрастили это качество, удовлетворенность, в той степени мы будем свободны от материальных желаний. Есть, конечно, еще интересный момент в связи с этим качеством. О нем Кришна говорит Удгаве в одиннадцатой песне Бхагаватам, это так называемая Удавагита. И в Удавагите Кришна говорит, что вот эта удовлетворенность рождается из предного служения Господу. Если просто человек будет верно служить Богу, он будет удовлетворен. Кстати, там Кришна тоже использует термин Сантоша именно. Он будет удовлетворен в любой ситуации, какую Господь для него устроит. В пятнадцатой главе седьмой песни Бхагаватам это продолжение рассказа Нараде о ведической цивилизации. Он приводит интересный пример. Это знаменитый стих «Сада сантушта манаса». Сантушта – это то же самое, что тушьте, что сантоша. И Нарада Муни говорит, что если у человека подходящая обувь, то он может ходить и по колючкам, и по острым камешкам, и для него не будет проблем. Соответственно, для того, кто взрастил в себе это качество удовлетворенности, не будет горя в жизни вообще. Он будет всегда счастлив. Это преимущество качество качества удовлетворенности. И следующим качеством цивилизованных людей Нарада Муни называет служение святым личностям – саду сева. Это очень важное качество, качество, которое, в принципе, близко к такому понятию, как гостеприимство. Но, разумеется, это качество по-настоящему проявляется в том обществе, где в качестве цели люди ставят духовное совершенствование. И поэтому там, естественно, ценят людей, которые себя посвящают духовной жизнью. Отсюда происходит вот это служение святым людям. Эти святые люди называются саду чаще всего. Но Шрила Прабхупада использует ещё один санскритский термин – самадрик. И самадрик Шрила Прабхупада трактует так, что святые люди не делают различий между живыми существами, видя в каждом духовную частицу душу. И на этом тоже строится вот этот многогранный облик святого человека. Саду Сева описывается в таком интересном тоже разделе ведических писаний, как Панчараторы. Это, конечно, отдельная тема, что такое Панчараторы. Но в народопанчараторе, например, мы находим четыре принципа саду Севы – это гостеприимство, почтение, общение и служение. И это в первую очередь предписывается семейным людям – грехастхам. Это их долг. Они должны, вот эти все четыре формы саду Севы оказывать, прежде всего, ващнавам, соответственно, уровню их духовного развития. Мы знаем, что обычно насчитывается три таких уровня. Есть ващнавы, высокоразвитые духовно, есть только начинающие этот путь, и еще есть промежуточное состояние. Вот это на санскрите, соответственно, называется «уттама» – бхагаваты высшего уровня. Начинающие называются «каништха», что, кстати, означает «мизинец», тоже, значит, маленькие ващнавы – «каништхи». И промежуточное положение называется «мадъема», буквально, значит, среднее, срединное какое-то положение. Вот. И проблема тут для грехастх в том, что им, если они сами только начинающие на духовном пути, им трудно различить эти три уровня. И они склонны различать ващнавов по более-менее внешним признакам, там, может быть, по варне, по ашраму, по числу инициаций, вот, и так далее. Но это опасная вещь. Если это развлечение проводить до уровня четырех основ саду севы, проводить это последовательно и в гостеприимстве, и в почтении, и впрочем, вот, то это вообще можно так совершить оскорбление ващнавы, вообще погубить свою духовную жизнь. Поэтому лучше всего, если не уверен в определении уровня ващнава, лучше всего все вот эти четыре аспекта саду севы совершать по максимуму всем ващнавам. Вот. Избыток почтения – это не оскорбление. Что касается приема, то ведический прием состоит в том, что только увидев гостя, надо как-то выразить ему почтение, вот, его надо приветствовать какими-то словами подобающими, гостями и, прежде всего, усадить. Надо поинтересоваться его благополучием, надо поднести воды, угостить какими-то блюдами, вот, и стараться, значит, как-то еще послужить, соответственно, разумеется, своим возможностям, ну и, соответственно, статусу этого гостя, духовному статусу. Когда такой гость уходит, надо его несколько шагов хотя бы проводить за пределы своей территории, собственной территории, будь то дом или двор, там, вот это правило ведического гостеприимства. что еще здесь стоит нам отметить, что есть определенные исключения из вот этого правила оказывать вайшнаву максимальный прием, максимальное почтение, максимальное служение, и исключение состоит в том, что вайшнав может быть невысокого духовного уровня, он может быть критиканом, он может быть, там, склонен к какой-то греховной деятельности, вот, у него может быть просто дурной характер. И в этом случае говорится, что все это почтение надо оказывать в уме, а общение надо вежливо избегать, потому что вот эта саду сева не должна стать причиной какого-то собственного духовного урона. Вот это, что касается качества почтения к святым личностям. Может быть, мы на этом сегодня ограничимся. Всем пока! Спасибо за внимание! Ари Кришна! Редактор субтитров А.Семкин